Мостовая сегодня – это микрорайон Ленинского района города Ульяновска, расположенный в его северо-западной части. Кто здесь жил 9 веков назад? Почему так назвали Слободу? Чем промышляли жители мостовой Слободы? Чем интересна кирпичная кладка храма? И почему мельница была сахаровская? Все это вы узнаете в нашей передаче. Мы ведем отсчет истории мостовой с 1648 года. Но, как говорят археологи и историки, это место слияния двух рек с Вияги и Сельди, так называемая стрелка, всегда привлекала людей именно с оборонными целями. Давайте заглянем примерно на 9-10 веков назад, во времена Волжской Булгарии. Как писал Владимир Поливанов в 1900 году в своей работе «Археологическая карта» Симбирской губернии, в полутора версте от мостовой Слободы на правом берегу реки Свеяги есть городок. Форма городка круглая, площадь его около десятины. Она обнесена валом и рвом. В нем были найдены железные стрела и меч. Предания о городке среди местных жителей не сохранились. И вот считается, что здесь, недалеко от того места, где мы находимся, во времена Волжской Булгарии, где-то 10-й, 11-й, 12-й век, существовало городище. Такой небольшой сторожевой городок, который контролировал, ну или охранял вот с этих рубежей, получается, древний Симбирск, еще до русского периода, который был. Он располагался, скорее всего, в районе улицы Красноармейской. Ну и одновременно, якобы он тоже охранял ниже по течению спускаться, будет Старолейкинское городище, которое некоторые исследователи сравнивают с летописным древним крупным булгарским городом Ашелем. Булгарское городище, к сожалению, не сохранилось. Видимо, в 20-м веке, когда появилась крупная гусеничная колесная техника, оно было распахано и находится, скорее всего, на территории современных садовых товариществ. Основателями мостовой слободы считаются казаки-переведенцы из села Федоровское Казанского уезда. Это были волжские или, как их еще называли, волгские казаки. Они тоже выбрали это стратегическое место, которое защищало Симбирск. Казачьи общины волгских казаков образовались на Волге примерно в 16 веке из беглых крестьян. Они сыграли огромную роль в защите приграничных районов государства от набегов кочевых племен. В 1552 году царь Иван IV Грозный предпринимает поход на самое мощное ханство – Казанское, чтобы укрепить границы русского государства. В том походе в составе русского войска впервые в большом составе в несколько тысяч человек участвовали волгские казаки. Казанское и Астраханское ханства были покорены, но при этом судоходство по Волге оказалось в полной власти казаков. Они стали осваивать прилегающую к водной артерии территорию. Сейчас о волгских казаках практически ничего не известно. В литературе описывают донских, кубанских казаков, а волгским уделяется не очень большое внимание. Но надо признать, волгские казаки могли заткнуть за пояс и запорожских, и донских казаков. Сибирское, терское и астраханское казачьи войска образовались на основе волгского войска. Его остатки из-за непокорности царю были ликвидированы. Но на волгских землях до сих пор живут их потомки. Как выглядела мостовая в 17 веке, когда сюда пришли казаки-перивиденцы? По версии краеведа, на всей территории будущей Слободы рос большой широколистный лес, состоящий в основном из дубов и либ. Постепенно казаки начали перерабатывать эту древесину. Кора, она называлась лубьё, тоже продавалась в самом Симбирске и использовалась для покрытия крыш. Самые бедные люди, крыль, конечно, соломой, но люди побогаче, это уже ближе к черепице были, крылья лубьём. Из древесины они изготавливали бочки, причём бочки были огромные, некоторые из них были высотой в два, то и больше метров. Бочки в 17-19 веках были основной тарой. Они были ёмкостью от 3 до 17 ведер. В них складывалось всё. Они использовались для миноделия, приготовления кваса, квашения овощей и фруктов, соления рыбы. Если рубили небольшие липки, то продавалась ещё и лыка. А лыка – это стратегически важный момент на тот, точнее, стратегически важный товар. Из него делались лапти. Лапти, например, мы сейчас с вами в летний же период встретились, и если бы мы с вами жили в 18 веке, да и в 19 веке, в начале 20 века, то нам лапти бы с вами хватило где-то, наверное, на неделю, на две. В зимний период, наверное, может быть, на две, на три недели хватило. А так они быстро изнашивались, и поэтому приходилось часто их менять. Само название «Мостовая Слобода» происходит, как мы с вами понимаем, из двух слов. Но вот «Слобода» раньше называлась как «Слобожа», и корень здесь «Свобода», то есть жили свободные люди. Люди, независимые от феодалов, а зависимые только от государя, даже находящиеся на государственной службе. А вот первая часть названия «Мостовая» отнюдь не связана с мостами, а связана с дорогой. В то время в Распутицу дороги становились просто непроходимыми. В московском государстве 17 века так назывались все селения, улицы которых мостились, выстилались бревнами. То же самое сделали казаки. Дорогу они здесь покрыли мостовой. Мостовые тогда представляли собой это либо продольные, либо поперечно положенные бревна, которым либо прибивались дощечки, либо просто досочки, бревнышки стесывали, чтобы появлялась ровная поверхность. Та старая мостовая была сделана либо из липы, либо из дуба. Обе породы достаточно прочные и, скорее всего, они, наверное, сохранились. Краевед предполагает, что в историческом центре мостовой Слободы около храма. Если заложить шурф на дороге, то с вероятностью в 90% можно наткнуться на ту древнюю мостовую, от которой и получила свое название нынешняя мостовая. Казаки, когда они здесь жили, они получали от государства где-то полтора рубля в год, но это очень много было по тем временам, мелкими монетками, чешуйками. Чаще всего эти чешуйки либо заворачивали в пояс и на поясе их носили, ну, пояс как тряпочка такая была, или когда ходили на торг, они их складывали за щекой, там более надежная. Уж никто из-за щеки не украдет, и даже на рынок, когда расплачивались, было принято иногда их отплевывать необходимое количество монет. Государство снабжало казаков еще и зельем. Под зельем тогда понимался порох и свинец. А все остальное казаки добывали себе для жизни сами. У них были лесные, рыболовные угодья, луга, пашни, сады, огороды. В мостовой Слободе очень славилось именно производство капусты. В летний период ее в городе продавали, ну, в сезон просто, как такую свежую капусту, ну, а потом продавали уже кваш. Ну, и кваш квасили как раз в этих огромных бочках. И, кстати, в этих же бочках еще мочили и яблоки. Здесь тоже, где мы с вами находимся, на второй половине 19 века, начинает развиваться садоводство и выращивают яблоню в самый популярный в тот момент Антоновку. А на свияге и сельде у мостовчан находились рыбные ловли. Добычей рыбы казаки занимали в свободное от охранной службы время. Если Волга с тех времен очень сильно изменилась, то свияга практически как была, так и осталась. Если бы мы с вами очутились в 17 веке, то мы увидели примерно такой же ландшафт, за исключением вот только этих американских кленов. Также здесь росли и ольха черная клейкая по берегам, и внеакрос. Вот, и рыба была примерно такая же. Ловили в основном здесь карповых рыб и окуневых видов рыб. Свияжская рыба, как утверждает кровет, на симбирском рынке ценилась выше, чем волжская, по своим вкусовым качествам. Свияга была в Симбирске быстротекущей рекой. В ней рыба питалась личинками насекомых, а на Волге в основном моллюсками. И эта кормовая база влияла на вкусовые качества. Считалось, что свияжская рыба была более сладковатая. Ну вот сейчас мы с вами в 2022 году на берегу Свияги находимся. Но если бы мы здесь оказались во второй половине 19 века, Свияга-то была бы немножечко уже более даже грязноватая, чем сейчас, как это ни странно. Потому что здесь располагались картофели, терочные заводы, которые получали крахмал. Ну, в Мостовой Слободе было такое предприятие, и водяные мельницы. Вот. Ну и вот, видимо, все-таки достаточно много попадало воды, в воду органики. И вода даже, по воспоминаниям очевидцев, иногда даже бурлила от разложения вот этой органики. К достопримечательностям Мостовой Слободы, несомненно, можно отнести их в Сахаровскую мельницу. Точнее, ее руины. Она была построена примерно в 1667 году на городские средства. Потом арендована купцами Протопоповыми, затем Ковшенниковыми. В 1874 году она перешла к купцам Чебоксаровым. А в 1901 году ее унаследовала Лидия Николаевна Чебоксарова в замужестве с Сахаровым. Лидия Николаевна Сахарова была замечательной певицей. По отзывам современников, талант вполне позволил бы ей реализовать себя на оперной сцене в качестве профессиональной актрисы. Ее мужем был популярный в Симбирске врач-хирург, предприниматель и политический деятель, выгодец из купеческой семьи Иван Матвеевич Сахаров. Их младший сын, Матвей Иванович Сахаров, стал прославленным пианистом, концертмейстером Большого театра СССР. До сих пор сохранились остатки здания Сахаровской мельницы. В 1857 году построены из красного кирпича. В одном из сохранившихся помещений сейчас находится правление СНТ «Сахаровская мельница» – садовое товарищество. Нам даже разрешили заглянуть в подсобку, где есть спуск в подвал и видна старая кирпичная кладка. СНТ еще не успела привести его в порядок. В целом здание практически разрушилось и похоже больше на руины. Нам посчастливилось познакомиться и с Константином Анатольевичем Кругловым, бывшим жителем села Конное, территории современных 18-19 микрорайонов. Его дачи находятся по соседству с этой местной достопримечательностью. Мама у меня работала на этой мельнице, в Сахарской мельнице, Округлова Раиса Семеновна. Она всю жизнь поработала на этой мельнице с лаборанта до директора мельницы. Эта мельница работала. Была сначала водяная мельница, потом перешли на электро. Она была двухэтажная, а в 1957 году построили третий и четвертый этаж. Жители жили здесь, но 32 семьи здесь жило. По словам Константина Анатольевича, его мама устроилась работать на мельницу в начале 50-х годов прошлого столетия. А сам он появился на свет в 1959-м. Поскольку они тогда жили в Силиконное, Раисе Семеновне приходилось каждый день ходить пешком на работу. По 4 километра туда и обратно. Как вспоминает Константин Анатольевич, рядом с мельницей был маслоцех, где делали подсолнечное масло. И ческа, где чесали шерсть. Народу тогда здесь работало много. Даже весенние разливы реки никого не останавливали. Заливало раньше здесь всех. На лодках ездили и на работу, с работы встречали всех здесь. А река близко бы была прямо вот здесь, рядышком. Старое русло было прямо рядом здесь. А река проходила прямо вот рядом с магазином. Самой главной достопримечательностью Мостовой является храм Рождества Христова. Он был построен спустя 3 года после того, как в Мостовой Слободе появилось поселение. Первоначально он был деревянный. Храм этот просуществовал где-то до конца 18 века. Потом он то ли сгорел, то ли его разобрали. И в 1804 году построили первый краснокирпичный храм. А в 1891 году храм был расширен, жителей стало больше. И поэтому храм в нынешнем виде практически воссоздан в 1891 году. Если внимательно разглядывать кирпичную кладку современного здания храма, то можно заметить, что кирпичи отличаются по цвету, качеству и кладке. На кирпичах, которые были изготовлены в конце 19 века, сохранились клеймы ЗПН. Ну, сейчас уже сложно сказать, что обозначает эта аббревиатура. Но, скорее всего, это завод какого-то конкретного человека, которому принадлежат эти инициалы. Если внимательно присмотреться к кирпичам, можно еще заметить условные знаки в виде лунок. Оказывается, они наносились мастерами для отметок счета кирпичей при их изготовлении еще в сыром виде. Количество вдавленных пальцем лунок обозначало счет в тысячах. В самом начале 19 века в храме Рождества Христова служил священник-отец Михаил, Михаил Гаврилович Малиновский. Свою дочь Александру он выдал замуж за священника Михаила Лебедева. В их семье родилось семеро детей, но самым главным детищем для отца Михаила Лебедева стал храм. В 1891 году он его перестроил, однако колокольню не тронул. Она осталась в первозданном виде с 1804 года. Сам храм стал трехпрестольным. 1 октября 1897 года священником Михаилом Лебедевым при храме была открыта школа грамоты для девочек. В 1906 году она преобразована в церковно-приходскую смешанную школу. Это была первая в мостовой слободе по-настоящему действующая школа. Сохранился отчет Ильи Николаевича Ульянова о первой инспекционной поездке по губернии в январе 1870 года. Женских школ в селе Мостовой Слободе и в селе Карлинском Симбирского уезда фактически не было, хотя эти школы и числились. Известно, что в 1830 году избранные дети по жребию ходили в соседнее село Сельдь, где открылось училище. Позже в Мостовой Слободе была открыта школа для девочек, но, судя по отчету, она числилась лишь на бумаге. При храме была и публичная библиотека. Очень много книг отец Михаил отдал из собственного дома. В 30-е годы прошлого столетия, когда начались богоборческие гонения, храм закрыли, пострадали и его священнослужители. Позже из храма сделали зернохранилище. А потом он долгие годы стоял пустым, ветшал и рушился. Но в 1989 году начались ремонтно-восстановительные работы. В начале 90-х годов прошлого столетия здесь вновь проходили службы. И с того момента храм продолжает функционировать. Учителем церковно-приходской школы в начале 20-го века был Иван Сергеевич Насонов. Воспоминаниями о своем деде с нами поделилась его внучка Тамара Александровна Романдова, которая тоже почти полвека проработала учителем в мостовой. В памяти Тамары Александровны хорошо отложилось, как дед учил ее правильно писать слова с мягкими согласными на конце. Он мне говорит, вот когда узоруют, куда ставят? В угол. Бабушка-то вон чего выгребает? Уголь. Угол и уголь. Слышишь? Слышу. А потом мел и чем пишете? Значит, ага, мелом. Ну а как сказать? Мел. Ну он мне объяснил. А вот проходы кораблей на мель садятся. Мел, мель. Вот хор и хорь. Вот он три мне этих дал примера. Вот он мне объяснил. Я запомнил на всю жизнь. По словам Тамары Александровны, деду пришлось уйти со школы, поскольку поп не оплатил деньги. А семью надо было кормить. Дети были еще маленькие. У Тамары Александровны остались яркие впечатления от детства. Первый год, наверное, мы учились в первый класс. 48-й год. Трудные же годы были. Был председатель колхоза. В общем, участник войны. Дядя Лень Филатов. И вот нам вот елку устроили. Вы представляете, что значит радость? В газету вот маленькую кулерочку вот такой завертывали. И вот Татьяна, жена, ну кто-то помогал. Вот такие вот, может, подвели пешечки пресных. И, может, штук по семь, по восемь вот таких леденцов. Вот в то трудное время. Но ведь я же не одна была. Начальный класс, четыре класса было. По воспоминаниям Тамары Александровны, старой школе приходилось учиться и в три смены. А школьные каникулы начинались не как сейчас. Все зависело от того, насколько близко в половоде возможно было подойти к школе. Если по коленке вода, ну уж и не заливать споги. Нет же каникул. Ну, кто мы первым попрыгаем же сначала, как маленько помороться, да? А кто попозже шагает, да? Значит, ага, уже к коленке начинает заливать. Каникул. А мы остались. А там на том берем. Ну, а расстояние, конечно, вон только надует в окна. Значит, надо же перепрыгнуть. Вот так каникулы были. Это потом стали определять, на какое время, когда. А старая школа, вот так каникулы. В старом здании школы в 1950-х годах учился Виктор Николаевич Негода, бывший житель мостовой. Виктор Николаевич Негода – доктор технических наук, профессор кафедры вычислительная техника Ульяновского государственного технического университета. Имеет статьи, монографии и авторские свидетельства в области проектирования встроенных систем контроля и управления. Область научных интересов – автоматизация проектирования логического управления техническими средствами. Виктор Николаевич показал нам здание школы. Сегодня это деревянный перекосившийся дом. Буквально по соседству с ним уже развернулись строительные работы. По словам Виктора Николаевича, ученики с большим интересом поглощали все знания, которые давали учителя. И опять же он отмечает, что любовь к чтению среди учеников была огромная. Он вспоминает, как сам из школьной библиотеки книги носил пачками. В свободное от учебы время мастовские мальчишки 50-х годов прошлого столетия гоняли в футбол. Сейчас сложно представить, что на том месте было футбольное поле. Если посмотреть, вот там, где метро, у нас не доходя метро, вот если от звездной проходить, это тот дом, где я жил, даже на зады выйти за огород, то там была ферма, колхоз 1 мая. За фермой было поле. Вот это поле уже начинается с территории метра сейчас. И вот на этом поле мы играли в футбол. А на улице новая линия, современная улица Звездная, в то время была оборудована площадка для волейбола. Где-то вот именно рядом с нами, вот в районе, ну чуть ближе остановки, у нас, значит, была волейбольная сетка. В течение многих лет мы до ночи, буквально, вот уже темнеет, уже почти не видно. Мы резались там команда на команду, так. Мы скидывались на мечи, мы спорили, какие мечи больше не покупаем, покупаем вот такие сетки там и так далее. Мы это делали сами, никто нами не руководил. О названиях улиц и переулков мостовой отдельный разговор. Центральные улицы, Российская, Звездная, Труда, Интернациональная, Мостовская звучат патриотично. А названия переулков как в ботаническом саду. Кедровый, ореховый, тополевый, ракитный, кленовый, ясеневый, яблоневый, малиновый, цветочный. Всего в мостовой 21 улица с переулками. Наверное, тот, кто давал название «Ботаник», так отшучиваются местные жители, когда отвечают на вопрос, почему в микрорайоне название переулков связано с растительностью. Новая линия стала звездной в 1974 году, когда мостовая стала частью города. На тот момент в Ульяновске уже была улица «Новая линия». Она образовалась в 1898 году на незастроенной окраине кирпичных сараев. Однако в 1986 году ее переименовали в Крыльницкую в честь одного из организаторов весной 1904 года подпольной симбирской группы РСДРП «Уроженцы Саратова». По воспоминаниям Виктора Николаевича, «Новая линия» считалась обычной деревенской улицей. Конечно, никакого асфальта и в помине не было. И транспорт по ней ходил раз в несколько часов. Вдоль всей «Новой линии» от Свияги до территории школы тянулся «Арык» – гидротехническое сооружение. По нему вода шла на школьный участок, а там стояли поливальные машины. Там все время что-то выращивали, да. Ну, ясно, что чего-то выращивали, какие-то сторожа иногда гоняли, если кто-то пытался чего-то там, капусту там или чего-то, да. Но однажды там посадили баклажаны. Все говорили, это синенькие какие-то, чего из них делать, не знаем, никто ни на что не позарился так. «Мостовая» всегда славилась богатым урожаем овощей. А все благодаря, как считают местные жители, паводковым водам. Не было ни одного года, чтобы мостовую не заливало. Десятки гектар оказывались под водой. Но все к этому были готовы. К тому же большая вода приносила плодородный ил. Когда вода спадала, оставался ил, и самое плодородие. И здесь помидоры, значит, морковь, капусту, огурцы, ну, вот все, что можно было, выращивали. И возили на рынок, там прям палатка была, колхоз 1 мая. В общем, золотое дно называли. Бухатый был колхоз. Но работали за трудные запалочки. Склоны гор, которые как бы закрывают мостовой от Ульяновска, были покрыты яблоневыми садами. Весной они как будто укрывались белым покрывалом, а к концу лета все были в яблоках. Сады были огромные. В войну вымерли все сады. Их стали вырубать и все. И вот как организовался вхоз, и вот какой завод, я не знаю, прибор строительный, что ли, завод, стали отдавать рабочим. И тут опять зазеленели такие сады. Такие у них датчики строили. Ну, небольшие, вот просто я имею в виду, да. Мы же сидим, у нас же ничего нет, они идут с букетом цветов. Ой, дайте нам попить водички, тоже что цветокому гостят. Значит, и помидорки, и огурчики. Пришло время, ну вот, может, лет 15 назад, ну, каждую ночь, каждый вечер дальше полыхали. Теперь былую красоту поселку хочет вернуть коренной житель мостовой Владимир Сидоров, председатель ТОС «Мостовая Слобода» и Ассоциации ТОС. Многое в поселке уже сделано благодаря его стараниям и инициативе. Владимир Владимирович тоже с благодарностью вспоминает о школе. Сейчас это многоэтажная кирпичная средняя школа номер 32. Она была построена, когда село вошло в городскую черту. Как положено, в 7 лет меня привели к школу, первый класс. Классным руководителем была Романова Тамара Александровна. Ясное дело, что для нас, конечно, это был праздник. В далеком Советском Союзе прийти сюда, нам собирали, помню, когда собирали портфель, помню, какой был дефицит. С крадочкой тогда, в то время, со всеми там карандашами, ручками, сдавали иногда, не даже иногда, помню, когда старьёвщик приезжал, мы собирали тряпьё, макулатуру и меняли на фломастер, и тогда это был дефицит. В планах Владимира Сидорова благоустройство родников. Наиболее известны три источника. Но на самом деле, как говорят старожилы, здесь бьёт гораздо больше ключей. За водой к роднику на склоне горы ездит весь город. Вода в нём чистая и вкусная. Новый проект ТОС предусматривает установку беседки с навесом. В скором времени территорию родника оградят, сделают рядом купель и осветят. К слову сказать, когда-то воду в роднике освещали, и она считалась целебной. Заброшенные дачи тоже обретут себе хозяев благодаря недавно организованному садовому товариществу «Мостовая Слобода». И тогда вновь вокруг мостовой зацветут сады. Продолжение следует...